Доброе утро! На 12-м канале Час Новостей. В студии Анна Черных сегодня в выпуске. В эти минуты решают омские депутаты. Холеру и эболу не пропустят. Вирусы с помощью тепловизора можно выявить не только в зоне прилета, но и непосредственно на борту самолета. Для этого специалисты используют вот такой переносной прибор. Пассажиры международных рейсов в Омске проходят дополнительный контроль. И природа победила. Бурая медведица, которая не умела впадать в спячку, все-таки ушла на боковую. Амичам вновь пришлось спасать девочку, которую в январе этого года находили на улице полураздетой. На этот раз пятилетний ребенок также в одиночку гулял в мороз без верхней одежды. Малышку накануне вечером обнаружила женщина у подъезда своего дома по улице Кирова. По словам Амички, девочка была лишь в тонких штанах и кофте, без куртки. В руках у ребенка оказалась связка ключей. Выяснить, где родители малышки, женщине не удалось. Она вызвала сотрудников полиции. До приезда силовиков ребенка помогал согревать сына Амички. Он бегал с ней по двору. Как выяснилось позже, пока малышка гуляла без верхней одежды, ее отец спал дома. Мужчина был пьян. Напомню, прошлой зимой прохожие уже находили эту же девочку одну на улице. Тогда медики диагностировали у малышки помимо легкого обморожения, еще и отравления алкоголем легкой степени. Какая реакция будет у компетентных органов, мы сейчас выясняем и пытаемся получить комментарий. Сегодня возможно решится вопрос с ценой на проезд в общественном транспорте. В эти минуты депутаты обсуждают тему в Горсовете. Ранее директор Департамента транспорта заявлял, стоимость билета в автобусе, троллейбусе или трамвае больше не может быть 22 рубля. Реально перевозчики тратят 38 рублей за одного пассажира. Разница выплачивается из городского бюджета. Предложено повысить цену билета до 30 рублей при оплате наличными и до 25 рублей при расчете картой. Что решат депутаты, будет ясно в ближайшее время. А накануне губернатор Александр Бурков поставил задачу сохранить льготы для пенсионеров, школьников и студентов на проезд в общественном транспорте. Руководитель региона заострил внимание городских властей, что интересы социально незащищенных жителей Омска должны быть непременно учтены. Сбил Росгвардейца, теперь пойдет под суд. Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о наезде на пешехода со смертельным исходом. ДТП произошло еще 3 августа. По данным следствия, 24-летний Амич на БМВ ехал по улице Гагарина, превысив скорость. Возле зебры у мэрии не обратил внимания на запрещающий жест регулировщика и сбил переходившего дорогу сотрудника Росгвардии. Пострадавший погиб. Свою вину Лихач не признал. В ближайшее время уголовное дело будет направлено на рассмотрение в центральной районной суд Омска. Не исключено, что любитель быстрой езды получит реальный срок лишения свободы. Из стран Азии под тепловизор. В Омском аэропорту усиливают контроль за пассажирами международных рейсов. Таиланд, Вьетнам, Дубай из экзотических государств. Мечи могут привести холеру или возбудители лихорадки Эбола. Но вирус или инфекцию не пропустит техника путешественников будет сканировать специальный инфракрасный аппарат. Проверку тепловизором прошла и Екатерина Булучевская. Пассажиров из Истаны пограничники и специалисты Роспотребнадзора встречают с тепловизорами. Небольшой аппарат способен за доли секунды выявить зараженного человека. В ближайшие три месяца сканер будет работать усиленно. На вирусных курортах начинается бархатный сезон. Чтобы туристы не завезли в Омск страшные инфекции вируса типа холеры, эболы или зика, аэропорт переходит на режим повышенного контроля путешественников. Но осветят лучами тепловизора не только тех, кто прилетит из Таиланда, Вьетнама или Арабских Эмиратов. Проверку пройдут все, кто воспользуется международными рейсами. В случае, если у пассажиров будет выявлена повышенная температура тела, то сработает звуковой сигнал. И этому пассажиру будет проведена дополнительная термометрия обычными термометрами. Пассажир отсаживается и вызывается тогда врач здравпункта. Собирается эпитанамнез, откуда он прибыл, какие симптомы заболевания. И восстанавливается предварительный диагноз. Далее этот человек госпитализируется в инфекционную больницу в зависимости от того, какое это заболевание. Вирусы с помощью тепловизора можно выявить не только в зоне прилета, но и непосредственно на борту самолета. Для этого специалисты используют вот такой переносной прибор. Он чем-то напоминает фотоаппарат и работает примерно по такому же принципу. Пассажир смотрит в объектив, который фиксирует тепло, исходящее от тела. Но что интересно, аппарат измеряет температуру не внутреннюю, а кожного покрова. Именно поэтому на экране нередко вместо стандартных 36,6 можно увидеть другие цифры. Ну вот, например, какая у меня температура? У вас 35. Но и повышенная температура еще не повод бить тревогу. Сверхнормативный 37 тепловизор покажет не только при экзотической лихорадке, но и при обычной простуде. Врачи говорят, приехать с курорта с кашлем или ларингитом вероятнее, чем с коксаки. Так что красная кнопка в воздушной гавани Омска включается редко. Однако пару лет назад техника предотвратила вирусную атаку. Тепловизор зафиксировал 39 градусов у ребенка, вернувшегося из Вьетнама. Мальчика обследовали врачи и диагностировали лихорадку Денге. Острое вирусное заболевание, переносчиком которого являются комары. При осложнениях приводят к пневмонии и менингиту, в тяжелой форме к смерти. Распространен вирус Африки, на Карибах, известен и в Индии. Так что жители этой страны, которые прибыли сегодня в Омск, положительно оценили систему контроля в Сибири. Это безопасность всей страны. И вы знаете, багаж проверять, конечно, хорошо, но здоровье тоже важно. В некоторых странах контроль не такой сильный, а здесь очень качественный. Продавать алкоголь с 21 года за увеличение возраста теперь выступают не только депутаты, но и почти 80% населения страны. Социологи провели опросы в регионах. Участие приняли полторы тысячи человек. По мнению респондентов, злоупотребление горячительными напитками нередко приводит к разводам и потере работы. Выпивающие люди чаще совершают преступления и попадают в ДТП. Добавлю, что ранее за повышение возраста продажи алкоголя выступила одна из общественных организаций. Ее участники составили рейтинг самых непьющих регионов страны. Омская область оказалась на 27-й строчке, а вот среди сибирских городов заняла второе место. Чаще всего омские фальшивомонетчики подделывают пятитысячные банкноты. С начала года удалось обнаружить 69 ненастоящих купюр такого номинала. На втором месте по популярности у мошенников – 1000 рублей. Этот билет Банка России преступники перепечатывали 53 раза. Еще 8 фальшивых банкнот оказались номиналом в 500 рублей. Поддельную 100-рублевку нашли только одну. Разметка на дорогах станет желтой. Такие рекомендации федеральный Минтранс направил в регионы. В этот цвет будут красить линии, которые разделяют встречные полосы движения. По статистике, именно выезд на встречку является одной из главных причин аварии. Эксперты уверены, желтая разметка будет видна лучше белой и позволит снизить количество ДТП на треть. Синоптики обещают омичам резкое похолодание к пятнице. Ближайшие два дня будут теплыми. Сегодня днем ожидается минус 4, а завтра и вовсе плюсовая температура. Но в ночь на пятницу начнется похолодание. Ожидаются морозы под минус 20, а местами до минус 27. И все это на фоне снегопада и сильного ветра. Не порадует и выходные. Первые дни декабря будут по-зимнему студенами. А с 4 по 6 число в регионе и вовсе ожидаются аномальные морозы минус 40. А вот после омичей снова ждет потепление. Вспомнят о золотом веке омской драмы. Сегодня пройдет творческий вечер, посвященный столетию со дня рождения Мигдата Ханжарова. Больше четверти века легендарный директор возглавлял драматический театр. И за эти годы ему удалось раскрыть немало талантов. В память Мигдата Ханжарова в Омске почтут известные актеры Николай Чиндяйкин, Юрий Кузнецов и Юрий Ицков. На юбилейный вечер соберутся как знаменитые звезды ханжаровского призыва, так и ведущие артисты современного театра. Актеры сыграют сцены из спектаклей 60-80-х годов. Все происходящее на сцене омской драмы в этот вечер смогут увидеть и телезрители 12 канала. Прямая трансляция начнется в 19.00. Жителю Омской области грозит трехмиллионный штраф за ложный комментарий в соцсети. Мужчина оставил запись на страничке своей бывшей возлюбленной и стал фигурантом уголовного дела. С заявлением в полицию обратилась 36-летняя жительница Тарского района. Она сообщила, что ее бывший сожитель написал в социальной сети, будто она ВИЧ-инфицирована. На самом деле девушка здорова. Скорее всего, таким образом парень хотел выместить обиду за то, что отношения закончились. Но в итоге на него завели уголовное дело по статье «Клевета». Наказание – штраф до 3 миллионов рублей или до 400 часов обязательных работ. Вечер памяти Павла Васильева объединил поклонников творчества поэта из Павлодара и Омска. Международную встречу «Диалог» организовали в библиотеке, названной в честь известного советского писателя. Родился Павел Васильев в Казахстане, но часть своей жизни провел в Омске, где, по мнению исследователей его работы, произошло становление творческой личности поэта. Участники вспомнили основные этапы жизни литератора, а также прочитали его стихотворения и исполнили песни. Сегодня в библиотеке хранится более 300 книг с автографами и дарственными надписями родственников поэта, копии рукописей и фотографии из семейного архива. Ежегодно проводятся уроки памяти и творческие вечера с участием краеведов и литераторов как Комского региона, так и Казахстана. Павел Васильев, если говорить конкретно о нашем поэте-земляке, то это же поэт-объединитель. Он объездил очень много городов, воспел в своих произведениях очень много городов и Казахстана, и России. И вот именно он и объединяет нас здесь сейчас. Ну, как мы всегда говорим, как их дышь объединяет Павлодар и Омск. Омичам на работе запрещают пользоваться смартфонами и заводить романы. Также ставят табу на ношение яркой одежды, поедание сладостей и критику начальников. Сайт по поиску работы провел опрос более тысячи омичей. Как оказалось, формальные и неформальные запреты существуют почти везде. Многие из них странные. Так, 20% горожан отметили, что в их компании существует запрет пользоваться мобильными телефонами. 29% респондентов пожаловались, что им нельзя покидать рабочее место в течение всего дня. А 11% не стоит приходить в пестрой одежде. Еще 17% омичей не могут хранить на своих столах личные вещи или пить здесь чай, разговаривать с коллегами. А 4% нельзя заводить романы. Добавлю, что большинство людей терпят странные запреты, так как боятся потерять работу. Скульптура летчика и авиатехника появится в Омском аэропорту. Бронзовую композицию будет хорошо видно с разных сторон. Ее высота вместе с постаментом составит 3 с лишним метра, а вес 2,5 тонны. Фигуры будут стоять с поднятыми руками и держать над головами эмблему авиаторов. Стоимость скульптуры больше 5 миллионов рублей. Композицию установят в мае к празднованию 90-летия Омского аэропорта. Разместят ее рядом с терминалом международных рейсов. Пройтись по лесу на лыжах, согреться горячим чаем с вареньем. Дендросад имени Комиссарова приглашает на мечей прогуляться по зимнему саду. Гости смогут самостоятельно или с экскурсоводом пройти 4 километра на лыжах. Полюбоваться уникальной коллекцией деревьев, а после выпить чай с вареньем, приготовленным по рецепту основателя сада Павла Комиссарова. Экскурсии начнут проводить с 15 декабря. С учетом аренды лыж стоить она будет 100 рублей. Прогулки по зимнему саду уже проводили в прошлом году, и они вызвали интерес у людей, поэтому решено повторить их и в этом. И природа все-таки взяла свое. Неспящая медведица Соня ушла на покой. Бурая медведица, которая вскоре исполнится два года, раньше отказывалась ложиться в берлогу. Причина тому, как считают в Большереченском зоопарке, в тяжелом прошлом косолапой. Весной Соню маленьким тощим медвежонком нашли в огороде в поселке Большие Уки. Судя по всему, ее мать убили браконьеры. И Соня просто не понимала, что с наступлением холодов нужно засыпать, ведь именно матери в первые годы жизни учат своих медвежат подать в спячку. Поэтому всю прошлую зиму годовалый медвежонок слонялся по вольеру и никак не хотел отправляться на боковую. Периодически медведица была то сонной, то активной, так и провела все зимние месяцы. В этом году инстинкты взяли свое. Вход в домик Соню уже засыпали сеном. Вскоре сюда добавят еще и снега. Так внутри зверю будет тепло и уютно. Впереди прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Реклама будет короткой. Омск Сайдинг Инвест. При покупке металлочерепицы, конек и саморезы в подарок. Где лечиться? Есть ответ. Приходите в Сетимед. И о погоде сегодня, 28 ноября. По области Омску переменная облачность снег. В районах днем 8-11 градусов ниже нуля. В Омске 10-13 градусов со знаком минус. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите программу «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова